Итак, есть у нас контакт, сразу 18 человек вроде бы онлайн. Сейчас я переключу чат в отдельное окошечко, чтобы всё видеть. Так. Музончик играет. Так, ну вроде бы мы в эфире, сейчас народ потихонечку будет подтягиваться. Просьба написать в чате, как слышно меня, как слышно фоновую музыку, как видно картинку. Также с нами сегодня Злой Жека и Олег Беляков. Да, я здесь, всем привет, друзья. Привет, народ, привет, привет любителям игры Асфальт-9. Вот, отлично. Сейчас. Я попал на стрим, только что-то подожди. А, всё, всё нормально. Подождём, короче, как народ отпишет, как слышно вообще всех. Какой тачка тебе нравится? Какой тачка? Ну, видно, в принципе. Ну, тачки, которые нам нравятся, они вот на картинке, на превьюхе, вот вы можете прекрасно. Жека и Олег, здорово. Здорово всем народам, кто подошёл. Вы лучше расскажите, как у вас там дела с Жеско, вот это самое, Еско, Еско, если правильно, это Еско. Почему, я не знаю, откуда оно взялось, с чего мы начали все говорить, что это Жеско. Ну, это типа, типа, имя вот этого основателя компании Кёнигсов, насколько я понимаю правильно, оно произносится именно вот Еско. Нет, 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 всё правильно. В этом оно так и пишется Кёнигс Еско. Машинка сама называется, они не Джеско. А чё Джеско? Джеско, наверное, я, англичанин. Ну, да, это типа англичанин, и всё. Не слышно. Джеку плохо слышно. Музыка, да, музыка, в принципе, неважно, главное, чтобы она чуть-чуть на фоне была. Ты меня просто прокрутил, наверное. Сейчас, Джек, я тебя прибавлю, потому что до этого был достаточно громко, а сейчас что-то тише стало. Достаточно тихо. Во, всё, вроде бы погромче стал. А, да, да, и правда плохо слышно. Так, всё вроде. Ну, как у вас, дорогие друзья, дела обстоят? Точнее, даже не совсем к подписчикам, а к Олегу и Жеке. Давайте начнём с Олега, наверное. Как у тебя второй раунд? Ну, второй раунд я ещё не катал. Вот в первом раунде я посмотрел, что у меня соперники, ну, довольно-таки подозрительные. Я могу сказать, что вот я в своём видосе говорил, что там даже два потенциальных читера. Поэтому, ну, я, в принципе, за ключ не борюсь, он мне не нужен. Ключ я выиграл ещё в синдикате, поэтому сейчас я просто буду катать так, как могу. И просто собирают ключ те игроки, которым ключ нужен, а я буду просто смотреть со стороны на это. Понятно. Я думаю, ну, может быть, один Эпик выиграет там за третье место. Ну, в принципе, особой погоды мне это не сделать. Принято. Не такие дела. Жек, у тебя как? Я сейчас скажу свою точку мнения вообще, потому что, во-первых, неправильно они поступили, запустив, в общем, акцию для всех. Есть у тебя ключ, нет у тебя ключа. Получается, вот реально, топы просто займут, большинство особенно займут. Просто чисто, я так скажу, наверное, даже, наверное, так выражусь, про заподлить остальным, чтобы не забрали ключ. Вот в чём эта фишка. Ну да, кстати. Если у кого есть ключ, если так по-нормальному, логически поступить было, можно было для этих игроков сделать отдельные награды. Закинуть туда жетонов, например, или ещё чего-нибудь, каких-нибудь плюшек. Тех же чертежей, да. Да, чертежей закинуть. А так вы сделали как-то, получается, подляна, так, по сути. Чтоб люди, ну, не получили, по сути, большинство ключа. Из-за того, что попадутся те игроки, у которых есть машинка. А есть же те, у кого на пять звёзд она прокачена. Вот. Но их мало, но есть. И плюс они ещё подкупили, допустим, паки, и уже вообще не вариант их. Ну да, я не знаю. Офты, офты, они почти девять месяцев думали, вот как вот повторять такие ивенты, где есть ключ. И они в своём сообществе, где-то там в фейсбуке вроде, делали опрос, типа, ну, надо ли повторять гран-при на старые тачки. Ну и большинство ответило, что типа, давайте повторять. И вот они решили так запустить. Ну, я, конечно, согласен, что это не особо справедливо. И вот сейчас скажу вам ещё чуть-чуть такую вещь, то, что в последнее время все, которые тачки мы забираем, вот неважно там кто, конечно, накопил там жетонов, какую-то пускай из тачек новоиспечённую прокачал, но на следующую тачку уже может у неё жетонов и не быть. И по сути все тачки, которые мы открываем, они в большинстве просто, ну, сейчас на данный момент в сети не котируются. На них вот на двух, на трёхзвёздных вообще нет смысла кататься в сети, потому что тебя будут просто жарить на них, и всё. Жека, Жека, так ты ещё учтишь, что вот эти тачки, которые новые добавляют, на них физика же вообще говёная, они все боговы. И физика, и плюс они сделали балансировку такую, что тачка на предпоследнюю и последнюю звезду становится нормальной. А всё остальное до предпоследней звезды, машинка практически такая себе, ни о чём. Вот по чуть-чуть. Даже если взять вот ту Carrera, Porsche Carrera, которая была в прошлом, ну, в принципе, годная машина, да, такая, но на трёх звёздах она всё равно проигрывается. Она вообще, она ускорение у неё вообще, на три звезды ускорение вообще слабое. Она пока разгонит свою максималку, куракан её просто уже раком ставит в конце финиша, так скажем. А вот когда в золоте её тестировали, это же совсем другая картина была. Я прям вот кайфанул реально, на золотой Carrera катал. На трёх звёздах, ну вообще другое. Насколько я помню, там как раз событие в самом начале, по-моему, второй этап был как раз полностью прокачанная Carrera. Мне она тоже понравилась, но я только на одной звезде её забрал и как бы, ну и фиг с ним. Думаю, в дальнейшем какие-нибудь охоты появятся, может быть, и получится покатать. Флик, ну давай рассказывай, как у тебя. Ну у меня на самом деле... Всё нормально пока, что ты на второй позиции, пока всё норм, да? Пока всё норм, но естественно нужно лучшее время показывать, чтобы из этой позиции не выйти. На самом деле началось у меня это гран-при очень плохо, потому что я первый раунд я прошёл, всё нормально. Во втором раунде я особо что-то не старался и думал, ну третий раунд будет, а третьего раунда не было. И естественно я просрал, пришлось 750 жетонов, ну не задонатить, а потратить на то, чтобы пройти финальные раунды и покататься. Ну я лично хочу забрать ключ. Кстати, тупо, что они не предупредили, что будет всего два раунда отбора. Всегда же было три раунда, я думаю, игроки тоже думали, что будет три раунда. Вот я тоже как бы и не парился даже, думаю, ну блин, ладно, второй раунд просрал в третьем. А смотрю у меня, короче, чтобы пройти финальные раунды, пожалуйста, заплатите 750 жетонов. Офигевший. Дело в том, что Сиан, вот эта новая машинка, это тоже будет пушечная тачка, и они просто сейчас по сути как бы сливают джизко. А в основном Сиан будет жестко, она будет, ну, мне кажется, она намного будет приятнее, чем джизко. Джизко же, она прыгучая, нестабильная, на ней кувет улететь, это так просто по щелчку. То есть те, кто более или менее управляет еще так по среднему, может как-то еще будут держать ее на трассе. Те вот, реально, я просто наблюдаю многих игроков, которые, ну, просто так обычно играют, обычно вообще просто. Вот заходишь на акт, и ты понимаешь, что, ну, он играет чисто для души, вот, и ему там пофиг, если честно, там что там. Как-то там, там машинка, все. Вот, вот как раз для таких игроков ЕСКО вообще не актуально. В основном те игроки, которые так заходят просто покатать, они же тачеры, а для тачеров ЕСКО, ну, это, ну, это просто смерт. Ну, смерт. На ЕСКО надо просто уметь катать, а вот Сиан, он будет более такой предпочтительный именно для тачеров, для тех, кто так на казуальном играет. Поэтому, ну, ну, да, да, да. Не, ну, все равно по управляемости будет намного приятнее, намного приятнее G-score. Так, тут уже фликер поехал. Я, короче, ужасно сейчас поехал, не там и не тут. Ну, чтобы разбавить немножко картинку каким-то движением. Вообще, после того, как я второй раунд просрал и увидел то, что надо 750 жетонов, я немножко обозлился вообще на геймлофт. И я еще обозлился, когда только вышло само обновление, и нифига никакой скидочки на обычный боевой пропуск, назовем его так, не увидел. Лофт, лофт, они сварятся таким, что они, ну, любят такую подлянку иногда. Я вам объясню сразу, я тебе меняю, что я сразу вас, так скажем, перебиваю. Я вам сразу объясню, такого не было там, в этом, что будет скидка именно на дешевый пропуск. Такой предписки не было. Для дальнейшего скидка 50%, но не написано было, что это будет для первого пропуска. Именно для второго, это было 100%, понятно, что скидка будет именно на второй. Ну, вот я тоже думаю, что подлянка какая-нибудь будет. И вот она, вот, просто я по отзывам, по комментариям игроков вижу, что большинство все равно думало, что будет именно на дешевый пропуск. Все думали о хорошем. Понятно, понятно, но дело в том, что даже по сути можно купить дешевый пропуск, ну, то есть первый. Не важно, даже те, кто со скидкой, можете смело, в следующий раз я так и сделаю. Я куплю просто дешевый пропуск. Я не буду переплачивать, если будет там нормально. Если будет там награды не очень, я вообще не против у них. Потому что, по сути, на данный момент, как бы, я просто купил 15 этапов раньше всех. Просто, ну, не ждал две недели, грубо говоря, а просто вот быстрее пройду других. И все, вот в чем фишка. По сути, все все заберут. Те, кто купили обычный дешевый пропуск, они тоже все заберут. Просто должно пройти время. Ну, да. А, еще, те, кто купили дорогой пропуск, в конце, когда вы закройте все задания, вы получаете полтора ляма кредитов и полторы тысячи синий. Те, кто просто купили пропуск, когда пройдут все задания, получат просто полтора ляма кредитов. Прикольно. Ну, кстати, в этом сезоне я же тоже с пропуском. Я такую свою небольшую историю расскажу. Давай. Я вообще сам не хотел покупать пропуск, но вот у меня один из сокланов, он мне решил его просто подарить. Он знал, что у меня есть канал на ютубе, что я там делаю контент. Или вот мне, он мне говорит, ну, давайте я там пропуск куплю, типа, что тебе будешь делать контент. Вот поэтому я в этом сезоне с пропуском, так что спасибо ему. И вообще я желаю вам, ребятки, всем найти такой клуб, где у вас будут не просто вот сокланы, как сокланы, да, а именно такие вот друзья, знаете, которые могут помочь, там, подсказать. Ну, это классно. Я думаю, здесь я так выразился бы. Дело в том, что в любовь вступая только в клуб, во-первых, надо как бы время, чтобы понять, кто, как говорится, как катает, кто верный клубу, кто нет. Тут как бы есть такие клубы, можешь попасть там вообще, ну, как бы всем пофигу, вот им нужна просто репутация, и все равно, вот, вот, там, чем дышишь, вот, есть такие клубы. А есть вот, ребята, дружные, я в каких-то, пожалуйста. Давай, учитли, как катать. У меня пока что-то не очень тебя катать. Ах, хитер, я так скажу, ребята, этот, ну, такой человек, который вот просто интересуется всеми игровыми, новинками, всеми играми, то есть вот чисто мы, вот, например, вот так Олег, как я, мы более такие, мы к одной игре, мы постоянно практически в одной игре зависаем. Ну, да. И для нас вот управление, все это уже, ну, как бы нарабатывается, опыт идет, так бы, своего рода. Вот. А человек, который в основном играет в разные игры, ну, я даже сам по себе сужу, допустим, если я начну играть в разные гонки, у меня даже чисто будет уже физика, то есть я не так уже буду мастерски управлять, если я буду чисто играть в один асфальт, да, оно так и есть, дело в том, что... Ну, вот, вот, я тоже скажу свое мнение, вот, по поводу именно езды Флика, вот, вот, мы когда с ним стримили в сентябре месяце, вот, я могу сказать, что с тех пор прошло уже, ну, больше полгода, и я просто замечаю, что реально уровень его езды, он вырос, это просто заметно, просто невооруженным глазом. Даже несмотря на то, что он сейчас в прошлой гонке разбился, но все равно я чувствую, что его уровень вырос. Ну, я сам, честно говоря, тоже просто начал пробовать. Ну, потому что ты, наверное, уже больше времени именно только, ну, больше времени асфальту уделяешь, сам говорил, что и время. Асфальт, наверное, одна из самых... Чаще в него, да, играя. И вот на Еско или на Джеско, когда первый раунд был, я, короче, один раз прокатил, блин, вообще, короче, не получается уложиться в то время, в итоге я просто неправильный маршрут выбрал, и все. Вот. Привет Сергей, привет Виталий, привет народ. Да, кстати, 172 зрителя, привет всем народ. Надо почитать чат. Да, всем привет, ребятки, там кто подошел. Если что, злой Жека, Олег Беляков, ну и, в общем, сам фликер, все мы здесь, а то, может, знаете, человек зашел не полностью за дела, какие-то толпа, кто тут, что такое. Так что, я вообще не считаю любых, вот все игроки, которые играют в Асфальте, я никого не считаю, что там кто-то нуб, какие-то такие выражения новомодные, там ты ездить не умеешь, ты там кто-то, все катают, все молодцы, все, кто играют, все, кто... То есть, не обязательно там ты должен там для кого-то, в этой игре никто никому ничего не должен, вообще. Особенно геймлофту никто никому не должен. Нет, ну геймлофту понятно, но вообще, я вам говорю, есть некоторые что-то типа там, ты перед кем-то там должен там что-то там, никому вы ничего не должны. Как катайте, ребятки, так катайте. Вы тупо, запомните просто, если там кто-то может что-то подсказать, да, вы можете посмотреть видос, вот даже если мы сейчас, есть две прекрасные группы по девятому асфальту, там ребятки опытные показывают, как проехать, спасибо им, конечно, за это, я даже сам не буду врать, я тоже смотрю, но повторить это очень сложно. То есть, эти люди, которые катают, так скажем, жестко, они катают уже ни один день, ни два, ни каждую трассу уже обкатали до этого, так скажем, гран-при уже раз сто, они уже знают, где четко, как проехать. То есть, просто нужен, так скажем, опыт, надо больше катать, больше уделять внимание в игре, если вы хотите чего-то добиться в игре. Ну да, 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 тем более они такие, можно сказать, универсальные бойцы, и они умеют катать, как на, допустим, там, корветах, так и на ЕСКО, у них, в принципе, одинаковый стил на любых тачках, и поэтому, конечно, что-то делать. Да, да, просто здесь опыт, я не говорю игроков, да, какие-то там, ну, все нормально, все, кто играет в эту игру, все молодцы, просто, чтобы нужен опыт, нужно больше катать именно по сети, не где-либо, а просто по сети, по первой, для того, чтобы понять все трассы, куда чего залезать, смотреть за другими опытными игрками, куда не едут. Вот, я тоже иногда это внимание обращаю. Вот, или, например, какой-то втрощник передо мной, я вот иногда обращаю внимание, что он коп, он поехал по другой траектории, я поехал за ним, и уже запомнил эту траекторию, но стараюсь повторять. И уже, как бы, за счет этого нарабатывается опыт. Я тоже так делаю, как раз в сетке. Вот у меня одни из сакланов, они именно, вот они гоняют в сети, но они говорят, вот мне по барабану вообще, какое я место займу там в первой сетке, но я буду катать именно чисто на время, то есть я буду делать все там сложные трюки, и все стараться буду делать правильно. Там разобьюсь по барабану, выиграю следующие гонки, но зато я буду нарабатывать свой скилл, и буду его поднимать в рюкзи. Конечно, нужно, во-первых, и катать на разных машинках. Нужно катать как и на хорошем нитро, хорошее ускорение, так и на машинках С-класса. На них вообще очень важно уметь катать, учиться, потому что это машинки такие, если, допустим, все время катать на каких-то машинках, там, Д, например, Б-класса, С-класса, там, изредка А-класса, а потом пересесть на С-класс, высказать, вот как я тоже, я сяду, и я на некоторых вообще ездить не могу. Даже сейчас. На тот же Трион, я на него сяду, я там приеду, ну, максимум, может, там, четвертый, там, ну, третий, там, может, когда-то изредка первый. Потому что эти машинки, на них надо уметь ездить, на С-класса машинке. И вот как раз вот Джеско и есть та машинка, на которой надо уметь ездить. Она такая очень своеобразная, но она жесткая машина. Если ее прокачать полностью, это реально топ, просто топ. Ну, у нее только максималка одна, чего стоит, блин. Ну, максималку эту держать тоже тяжело, например, таких трассок, как Осака, Карибы, то есть в Рим, там тоже тяжело, там вот эти узкие проезды, и Джеско, она прыгучая, там можно, блин, застопориться. А в Гималаях можно лететь на ней. До свидули, всем сразу со старта практически. Просто царь, не переживай, я чат читаю. Я сейчас донат тоже прочитаю. Я один глаз на чат, один глаз на стринг, если, так говорится, один глаз на массу, другой на север, так что я стараюсь за всем следить. О, у тебя Хуракан практически полностью прокачан. Ну, мне надо его еще качать. Вообще-то, Челу, мне нравится. Я сейчас вместо Корвета больше на Хуракане как раз гоняю. Дело в том, что когда эпоха началась, Корвета, так скажем, когда еще Хураканы мало у кого были, а если были там на 2, на 3 звезды, вот тогда была эпоха Корветов. Сейчас потихонечку, так как частенько запускаются акции, пакеты, где Хураканы есть, именно чертежи, и постепенно все это перерастает в Хураканов. Скоро уже Корветов, большинство будет одних Хураканов, потому что Хураканы по ускорению лучше, и Нитро у него практически такое же самое, как у Корвета практически. Ну, чуть-чуть хуже, чуть-чуть. А так, какой-то тачка, ну, Корвет огнет спокойно. Даже это Александр. Привет, Карди. Да, выходит какая-то типа копии асфальта под названием Mace Racer, я посмотрел трейлер, ну, там вообще беспалевно сделали вот эту финишную штуку, которая финишная, вообще чисто китайская копия какая-то асфальта. Я не знаю, кто-нибудь будет вообще в это играть? Надо посмотреть, надо посмотреть. Посмотреть надо, да, но играть, я вам скажу, мне лично время очень много забирает асфальт 9, чисто много времени. Я вот даже, ну, учитывая то, что я работаю, плюс еще какие-то там свои дела есть, и чисто для игры, плюс я играю на двух аккаунтах, я играю и на винде, я играю и на андроиде. На андроиде просто недавно начал, я начал играть тоже там на акселе. Я не скажу, что это классное управление, по-первой было очень сложно. Сейчас более или менее все-таки получается выигрывать, но по-первой это было, конечно, нечто. Привет, Эльза, привет. Так, просьба... Скоро будем на тарге катать. Всем привет, друзья, кто подошел. Народ, я хочу донат прочитать от просто цара, как раз салют он пишет. Деньги не на телефон, а на борщ. Покушай. Олежа салам. Цара еще и на вареники может затонить, поэтому... Спасибо. ...что еще может быть в дальнейшем. Ну а у тебя, фликер, вообще какая машина самая такая, по твоему мнению, вот именно в игре? Ну, сейчас с С-классом очень тяжело, потому что я толком еще ни на одной тачке в сетке не гонял, поэтому сложно по ним что-то сказать. До легенды я редко доходил. По С-классу я, короче, гоняю больше на ремаке, он мне больше нравится за счет быстрого разгона и скорости, но, конечно, скорость эта падает, особенно когда плохо войдешь в поворот. Ну, ремак, он во-первых, у тебя на две звезды, я так понимаю. Не помню, сейчас позже посмотрю, по-моему, на три. Ну, и у меня на две, и он на две, в принципе, да, неплохо так катится, можно нагибать на нем, ну, конечно, да, если поймать обочину или где-то по траве заехать, то она, конечно, проседает прям сразу жестко. То есть все зависит от управления. Здесь вот эти параметры, управляемость и ускорение, они реально важны, конечно. Максималка, конечно, тоже важна, но вот именно ускорение и управляемость, это вообще такие одни из первых, наверное, параметров. Ну да. Вот сейчас... Флик, флик, тебе тут предлагают один интересный челлендж, выигрываешь одну гонку на тарге, получаешь донат 500 рублей. Как тебе так? Я, кстати, этот челлендж уже выполнил, поэтому это реально. Давайте попробуем, что бы нет. Только у меня тарга, хотя нет, смотри-ка, я почти на максималку прокачал. Ну давайте попробуем. Привет-привет всем народу. Кстати, тарга, она становится нормально только в золоте. До золота она не очень. В золоте она более или менее на ней ехать можно. Она скорость прям сбрасывает, когда в поворот входишь, просто нахрен скорость идет. Она даже... Вы помните эту жесткую сетку на тарге? Это было вообще какая-то полная дичица. Я даже не играл. Это самый дикий сеток, который я помню только. Черепачий забег был. Я говорю, что в начале все так тянутся, такие еле-еле до трамплина понеслась. Все, кто куда. Сейчас попробуем. Ну здесь у нас корвет, я смотрю, пенинфорина. Вообще не вариант выиграть. 3 500 здесь на тарге. Может, если покататься, так, гонки 2-3, то я думаю, 4 можно будет выиграть. Потому что 3 500... А, подождите, потому что у тебя и ОСКУ. Понятно, да. На андроиде еще, в принципе, там не сильно жесткие. У меня пацаны подгоняют, в принципе, может быть и... Не знаю, хотя... В принципе, тем народом, кто подошелся и пострадал. Нафиг. Разлетелся. Ооо, все. Можно я в последнем с конца приеду? Это же вариант. Нет, первый, это первый, первый, только в конце. Все равно же первый тут. Ну да. Кстати, хочу сказать по поводу тачки еще одной. Это дендробиум. Вот если ее выкачать полностью, она тоже, кстати, очень какая-то неплохая машина. Я, к сожалению, вообще ее не открыл. Все ее не замечают, но у нее пушечное ускорение, нитро хорошее, максималка тоже хорошая. Она запросто составит конкуренцию куракану. Запросто, просто запросто. Ну, тут фишка в том, что у нее же вот эта тупорывая схема по поводу максималки. Я назвал на идеальном нитро, она больше. У нее, короче, три, получается, скорости. То есть, если ты едешь на желтом нитро, у нее одна максималка. Офигеть. На нитро-волне другая максималка. И на идеальном, это самая высокая максималка. Вот у меня на три звезды, длинный дробный, максималка 350, по-моему, 4 или что-то такое. Здесь 6, я точно не помню. Но она в полной прокачке на все звезды. Она очень хорошая машина по ускорению, очень добротная. И она прям... Кстати, на нее, на нее появляются чертежи, когда вы до 17 уровня гаража поднимаетесь. Я вот потихонечку так сливаю чертежи, кредиты на чертежи. Но сейчас немножко остановился, потому что, ну, я уже слился конкретно, у меня уже там меньше 20 лямов. И я все-таки думаю, наверное, буду останавливаться и оставлять какой-то запас по кредитам. Не увлекайтесь, это такая азартная игра, когда вы видите хороший чертеж в магазине. Конечно, я понимаю, что вы хотите его сразу купить. Рука так и тянется его купить. Но если мало кредитов, то все-таки... Лучше не рисковать. Какие-то хорошие тачки нечем качать. Не, я сейчас вот решил себе такую цель. Я хочу себе вантаж добить полностью, прокачать ее на все звезды и дендробиум. Мне все равно на те кредиты. Я вот эти две тачки добью и тогда уже буду копить. Потому что вантаж тоже годная машина. Да, у нее ускорение слабоватое, конечно. Ускоряется она плохо. Но нитро и управление у вантаж очень хорошее. Вот особенно управление на высоком уровне. И за счет того, что управление хорошее, она не так терять будет максималку поворот. Нежели, например... Ну, по-моему, у паракана немножко похуже управление, чем у вантажа. Харди, по поводу GT2. Это одна из самых вообще багованных машин в игре. У нее просто ужасная физика. И ты на моем канале можешь увидеть, там такой коротенький видос. Это называется «Запускаем вертолет с паршаком GT2». А, запускаем! Но там просто дикая дичь. Ну, это не случайная фигня. Это довольно часто происходит с паршаком. Поэтому он очень багован. Мне он не очень этим нравится. Дело в том, что все парши, которые они добавили, они все, по сути, поголоны. Тупо все. Ну, вот этот второй, да, это тоже еще фрукты, еще тот, конечно. На нем надо осторожно ездить. Вот даже есть и места, где так тачки любые пакуют. А у парша в особенности. Филип, короче, конкретно взялся за челлендж, короче. Других машин сегодня, наверное, не будет. Сегодня будет одна таргация. Не, не, я сейчас еще разок прокачусь, и я уже, как бы, ну вот четвертым сейчас еду. Первым – это нереально. Это надо попасть тоже с каким-нибудь слабым С-классом или Б-классом. То тогда еще как вариант. Я думаю, тут один, не то чтобы челлендж, а выполнить одно задание, которое у меня по пропуску идет. Это на Ламборгини Астерионе покатать, надрифтить. На нем мне надо там. Флика, у тебя есть Авентадор Джейд для второй сетки? Я думаю, вторую сетку тоже было бы интересно посмотреть. Кстати, да, он у меня неплохо так прокачан даже на 4 звезды. Это хорошая тачка, и вообще всем, ребятки, советую ее открывать, качать. У нее очень крутое управление, она довольно-таки стабильная на трассе, поэтому я думаю, вы не пожалеете, если Джей именно, Авентадор Джейд для класса все прокачаете. Мне он тоже нравится. Мне вот много тачек, короче, в девятом асфальте, которые мне визуально не нравятся, но мне нравится, как они ездят. Первая, которую я просто ненавидел, тачку, это была Пенинфорина H2, которая, блин, прям вообще фиг достанешь на первых парах, и когда в сетке с ней гонял, она постоянно меня разлетала в клочья просто, размазывала. Вот. Потом вот этот Джейд мне тоже не особо нравится визуально, но мне безумно нравится, как он себя ведет на треке. Дело в том, что Авентадор Джейд, она такая длинноватая, она чуть-чуть такая, так скажем, растянутая, потому что она как корабль такой, она вот, то есть где-то когда крутишься, на ней надо осторожно, то есть можно взять обувь, то есть машинки, они немножко, как бы, ну, крутить немножко, как бы, поменьше, что ли, с виду, как бы, кажется, не знаю, отлично мое. Еще один минус у Авентадор Чи, что у него ускорение такое, оно и неплохое, но оно и не топовое, то есть такое оно какое-то среднее, такое вот, 70, ну, 80 получается ускорение, то есть если ты уже на фоне других машинок, там, надо тоже, если взять эгоистов, уже взять, например, вайру, вот, ускорение, вайру, ну, хотя, поиск, они по ускорению одинаковые с вами, вот, ну, все-таки, кажется, что Наваре более проще есть. Кстати, вот по поводу таких вот, как ты говоришь, водочных автомобилей, я еще хочу отметить ВНН, это тоже, она и ВНН, очень, и очень широкая, она вообще, какая большая. Кстати, ВНН, она вообще-то багована, еще такая, она по багов, она, то есть Авентадор Чи, это по сравнению с ВНН, это вообще просто персик, а Авентадор Чи, это ВНН, она такая, да, то есть, босаки, особенно к обочинам лучше, то есть, вот, рассказывать на других машинках, вот, например, по обочине можно было прокатиться где-нибудь, то на этой машинке уже надо осторожно, там можно прокатиться в кувет, на ней, то есть, вот, она настолько такая вот машинка, да, она прыгучая, то есть, в некоторых местах она такая вот, как на волнах, то есть, на ней надо осторожно, но я вот ее взял на 4 звезды, я вам скажу, что она на 4 звезды более лимитная, уже можно на ней ездит на 4 звезды. На 3 она еще такая, ели мясо мужики, что-то такое непонятно. А у 7 на 4 она уже более или менее. На 5 звезд она, конечно, пришла. Ну, честно, я, короче, тоже думал Винена дальше качать, но решил на Циан вот этот или Сиан оставить, потому что вроде по характеристикам он будет покруче, чем Винена, и на Винена не вижу смысла тратить сейчас жетоны. Дело в том, что у Винена оставили еще тот принцип, что по старинке там мало чертежей для полной выкачки. То есть и по кредитам, и по деталькам все стандартное, по старому. А если брать уже Циан, там во-первых, дорогая очень прокачка, много нужно будет чертежей, очень много там, сколько там, 300 с лишним, по-моему, да? Если не покупать. Да, много будет. Вот. И там сама, да я так понял, что там они немножко сделали в обратку, что ли, что 80 чертежей, Чи 85, чтобы открыть ее, а потом, скорее всего, пойдет на спад. Я так люблю. Потому что, ну, дальше подойдет сейчас секунду, даже модно, да. Ну, посмотрим. Я вот пока скажу по поводу своей тактики, по поводу ВННа. Я себе специально так рассчитал, чтобы открыть Суэнта там на три звезды. А, короче, до четвертой звезды я добью уже чертежами с этого подарочного пропуска, который мне все кланы подарили. Так что у меня будет ровно четыре звезды. Я думаю, в принципе, буду выходить на ней в первую сеть. Вообще, вот в первой сети, народ, если вы меня встретите в первой сети, то, скорее всего, это будут тачки именно типа вот Триона, Ремака, такое, Джеско, Еско, то есть, Терон. Вот я люблю больше такие тачки, которые херачат где-то там 450-470. Ну, просто нравится мне катать на высоких скоростях, поэтому я в первой сетке, в основном, на таких тачках. Да, по спецспекам тачка реально жесткая, конечно, будет. Во-первых, Nitro 81 это вообще управление 92, это я считаю, это прям пушка. Нормально. Ускорение 82, ну, такое ускорение, конечно, оно выше среднего, то есть, это хорошее вот такое ускорение. Максималка такая непонятно. Это ты про Сиан или Циан? Да, 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 да. Но Широн, мне кажется, трюкать ее все равно будет. По-любому там чисто из-за максималки, там вообще без вариантов. У Сиан это не хватает максималки. Да, 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 там 370 с чем-то вроде у нее максимально. На мелких треках Сиан будет в топе это стопудово. Понятно. Потому что управление это очень важный тоже параметр, она практически не будет терять скорость, то есть, будет там 280 где-то отойти. Это что-то, это что-то типа ближе такой апнутой сцене, что-то такое. Кстати, вот Сэнна, да, если ее полностью прокачать, там я когда первый раз увидел, что там 100 нигму, и от ними скорость была там, ты что, думаю, нифига себе, гляну, именно по управляемости, 101, что-то такое. Александр, да, 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 с тобой частенько катаем на андроиде, а вот с Жека, я, кстати, еще, по-моему, ни разу не попадался именно на андроиде. Я потому что на андроиде сейчас практически не катаю, потому что у меня бремени вообще косо, не получается даже, потому что я сейчас вот на данный момент поскольку шкуру, но все равно я и на винде, и там, и тут, и как бы тяжело, конечно, играть на руку. Ты в первой сетке сейчас в какой явлении еще платиновой? Платиновой. Платиновой. Мне еще до платиновой идти, идти, идти. А на флигарте? Какие у тебя цели на этот сезон флигсов? Я думаю, что я попробую, короче, до легенды дойти, потому что мне хочется попытать вообще свое счастье покататься на С-классе и понять, на чем лучше в легенде вообще в моем случае гонять. Ну, я ставлю больше всего на ремак. Ты найди, найди именно свой стиль, именно те тачки, которые тебе больше нравятся, типа там эгоисты сцены, варианты, или типа больше скоростных. Ну, на скоростных все-таки надо, ну, не в обиду, конечно, но более такие прямые руки. Ну да. Нет, скоростными у меня вообще все плохо, поэтому хочу и научиться, потому что все-таки надо ну, реально в моем случае задрить и гонять как можно больше. Хардей, по поводу следующего сезона, да, мне кажется, что будет сезон Макварен, потому что добавили нам вот этот новый Макварен 1, и я думаю, это не случайно, потому что, возможно, это намек на то, что следующий сезон будет, или на сезон Макварен. Все может быть. Ну, кстати, я хочу напомнить всем, кто недавно только что подключился к нашему стриму. Мы сегодня со злым Жекой, с Олегом. Эти люди очень много гоняют в Асфальт-9, в отличие от меня. Ссылки на их каналы вы найдете в описании под видео. Также есть ссылка на канал Рубана. Если что, с Рубаном, я думаю, мы замутим в дальнейшем какой-нибудь совместный тоже стрим. Также хочется сейчас прочитать донаты, которые прислали No Limits. Всем он пишет. Привет всем, удачного стрима, спасибо за тридцатку. А также снова салют от просто цара. Ты подумай, челлендж непростое, но и 500 рублей на дороге не валяется. Но редко. Цар умеет мотивировать, короче. А это так, на печеньки к чаю. Спасибо, спасибо. У нас уже практически 200 человек смотрит. Всем спасибо, что пришли на наш стрим. Я думаю, вам нравится. Кстати, по поводу Макларенов. Да, скорее всего, следующее обновление будет сезон Макларенов, потому что один из Макларенов уже 15 чертежей кинули. И вот я наблюдаю Макларен 900 ЛТ. Это какой-то класс, просто размыто все. Макларен GT, потом Макларен еще. Короче, 5 Макларенов. Один уже добавили, скорее всего, в обновлении еще 4 будут. Но это так. Такая вот, скажем, неутвержденная инфа, но по сути, скорее всего, так оно и будет. Потому что один из этой пачки уже добавили. Вот, 15 чертежей уже у нас есть. Так что ждем следующее обновление. Скорее всего, наверное, оно будет, наверное, аж в июле. Я так думаю. Потому что у нас перед ней... Ну, вот этот сезон закончится. Я думаю, пройдет еще, может, там неделька перерыва будет между сезонами. И где-то в этом промежутке... Да, где-то выйдет. Где-то выйдет. Будет, скорее всего. Мне кажется, кстати, еще будет какой-нибудь сезон в Феррари, где будет... Ну, все те тачки, которые здесь есть. И будет какой-нибудь лайтовый он. То есть тачки можно будет заполучить намного проще, чем в предыдущих, например, сезонах. Ну, мне так кажется. Я сейчас трачу красные монеты именно на покупку чертежей на 812 суперпасс. В принципе, тоже думаю, что сезон Феррари вполне могут запустить. Я решил сейчас потратиться именно красными. Их же 4 звезды у меня, 812 суперпасс. И на пятую звезду, сразу скажу, я немножко прифигел. 51 чертеж на пятую звезду Феррари суперпасс. Я вот не помню, сколько она у меня прокачана. Она какая-то 12, в принципе. Практически одно и то же. Они там по параметрам, чуть-чуть по максималке, по-моему, немножко выше у суперпасса. А так они одинаковые. И по управлению схожие. Маркус, я гоняю на акселерометре. Джойстики я не использую. Кстати, хотел тоже попробовать на джойстике вообще от плойки взять. Посмотреть, удобно, неудобно. Плойка. Четвертая, старенькая, слимка. Подойдет, там синхронизацию просто надо тебе сделать и все это. Да, вот хочу вообще попробовать и отдельный какой-нибудь ролик снять с играми, которые поддерживают джойстик. Как раз. Хорошая идея. Я посмотрел. Алекс, у нас клубная гонка не получится, потому что мы все втроем представители вообще трех разных платформ. Вот я играю на андроиде, флик играет на iOS и Жека играет на винде, ну еще и на андроиде. Поэтому мы никак не пересечимаем. Для того, чтобы организовать клубную гонку, во-первых, надо было создать какой-нибудь, например, клуб. Если бы мы играли бы на одной платформе, то, в принципе, это реактор. Кстати. Добавились в один бы клуб и тогда да. В будущем, может быть, как раз я не то чтобы перейду на андроид, но планирую OnePlus 8 взять и в любом случае создам еще на андроиде клуб, буду там тоже гонять. Вот тогда, я думаю, мы это дело все организуем. Как раз я аккаунт свой подобью более или менее. Хотя, в принципе, не сказать, что у меня плохой аккаунт на андроиде. У некоторых я вообще позахотелся там практически с половины тачек нету тех, что у меня есть. Блин, кстати, тебе небольшое такое напоминание. Есть же еще один телефон с тифрой 8 названий. Помнишь про него? Да, я помню. Я сейчас как раз хочу им и заняться. Жека же тоже на таком же точно играет. И, кстати, тоже на зеленом, как у меня. Да, офигеть. Да, я же купил себе недавно. Ну, как недавно, там еще мне подписчики мои помогли донатом подзакинуть на практически половину. Нормально. Нифига себе. Так что спасибо им большое. Вот видите, как бы есть, так скажем... Добрые люди. Да, да, да. В последний момент я уже как бы думал уже сам что-то там организовать. В последний момент я человек нам сгосил 100 тысяч с чем-то гривен. Нормально. Так что спасибо всем, да, ребятки. Очень так прям помогли. А телефон реально топовый. За свои... Я вам скажу, что это средний бюджетный телефон, но он реально топовый. То есть этот хамешек, который все так хайли, типа говорили, что типа, да, МТК это не очень, а вот в итоге он реально жесткий. Он даже вышло девятое поколение, Redmi Note 9 на 730, по-моему, или 720. Да, что-то там 720G вроде бы. Да, 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 он тоже неплохой. Да, там зато по тропингу, конечно, он немножко получше будет, чем Redmi Note 8. Но по сути, у кого, если он есть... Алё. Да, да. Если у кого он есть, то менять на девятый вообще не стоит вообще. Вообще, вот тоже свое мнение выскажу как раз по Mediatek. Я считаю, недооцененные чипы, и сейчас компания Mediatek, мне кажется, будет делать более бюджетные чипы для смартфонов, и они будут более производительные, чем Snapdragon. Единственное, что Qualcomm компания может все-таки задавить Mediatek, и, ну, чисто монополия. Будет ей не очень хорошо. Но сейчас вроде вышли новые смартфоны от компании Realme, и у них процессоры как раз стоят от Mediatek. Там Helio G80, G90T такой же. G80, он чуть-чуть похуже будет, чем G90T. Ну, я считаю... Еще что, я перебью, там есть G30, G30, G40, там есть тоже от них просто. Это все просто, которые будут хуже, чем G90T. Да, G90T прям нормальный. Единственное, что мне не очень понравилось, но это надо проверить. Вот, может быть, вас попросить поставить колду и посмотреть, есть ли в игре сглаживание. Потому что, когда я тестил, сглаживания в игре нету. То есть, ты в настройках не можешь поставить сглаживание, только, скорее всего, сторонним каким-нибудь приложением. Дело в том, что еще все зависит от разработчиков. Они же в основном по Snapdragon, зуши, глядят. Да, да. Заметил, что вот у меня, например, на асфальте текстуры не очень такие четкие. Они какие-то немножко более мыльные. Вот на Snapdragon, если говорить, то там более четкие текстуры. Блин, ну это, конечно, надо было вообще, на самом деле, проверить. Вот, жаль, я уже продал просто свой 8 Pro. Надо было. Наступило время, когда нужны были деньги. По поводу Lambo SC18. Вот Lambo SC18, скажу свое мнение, что это чисто вторая поганка. Она практически и по рангу такая же, и по характеристикам. Да, она по всему, она тупо копия. Да, да, да. Вот если вам нравятся такие тачки типа поганки, поэтому, я думаю, вы должны обратить внимание на эту Lambo SC18. Да, это вот такая годная тачка. Да, они практически тупо не отвечают, они обе стабильные. То есть, по сути, одна и та же машинка. Но я считаю, что в аксинале бы я хотел бы себе иметь такую тачку. Ну, насчет стабильности не знаю. Мы же еще не особо так было время ее потестить. Но, я думаю, когда ее откроем, посмотрим. Но, именно если говорить про поганку, если они именно копии, как ты говоришь, то реально должна быть хорошая стабильность. И по чертежам, конечно, да. Вот здесь обратно замороч, просто замороч по чертежам. 28 на 2 звезды, 32 на 3 звезды, 44. На 4 звезды, 60 чертежей, 59 на 5 звезд. И 86 чертежей на 6 звезд, ребята. Ну, это уже, это я считаю, прям не очень. Прям не очень. В общем, у меня и у Жеки на андроиде редми ноут 8 про, флик сейчас играет на iPhone 8+. Одни восьмерки. Да, мы восьмерки. Мне кажется... На One Class 8 тоже еще. Да, кстати, вот тоже одна восьмерка. Я еще заметил одну фишку. У кого игра идет очень плавно, у кого есть 60 FPS, это тоже влияет на показатель времени. Ну да. Вот React влияет. Потому что я эту фишку заметил. То есть, чем у вас устройство лучше оптимизировано, то есть, именно игра на этом устройстве, тем она лучше идет. Вот ты даже, когда смотришь, человек, который проезжает, так, что-то какой-то, она настолько плавно у нее на картинке идет. Вот у меня, например, оно не так, и немножко так вот уже, как-то вот мыло какое-то непонятно. А вот именно если у людей, вот у кого-то чётко оптимизировано, по тот же iPhone, там 10-60 такой, той же Samsung, прям вообще четко пройдет. Ну, прям, там не придерешься. То есть, оптимизация тоже очень важна. Жек, вот ты на ПК в основном играешь. Я просто хотел это, добить его полностью и попробовать, конечно, дрифт сделать, но дрифт у меня не получился. Буквально 3000 практически не хватило. Ну, ладно, фигня это. Да. Ну да, напишите, какие тачки вы бы хотели посмотреть на стриме, только Flick сейчас находится в Золотой Лиге, поэтому до B-класса, ну, желательно в B-классе именно выбирать какие-нибудь хорошие машины. Да. Астерия, кстати, неплохо валит для новичков. Вообще, очень рекомендую. Хорошая машинка, по-первых. Она быстро собирается, как по мне, очень годная. На ней можно спокойно зайти в Платину, даже в Платине, там, немножко. И со временем, до конца сезона, даже, мне кажется, можно и в Легенду. Для новичков, да. Ну да, для новичков вообще советую, одно из первых в D-классе, это Камара ЛТ, одна из первых, потом ДС, они быстро собираются очень. Лотус, это такая спорная машинка, там где-то какая-то акция, если запустят, тогда их только можно собрать. А вот ДС, это заменитель Лотуса, это тот же самый практический Лотус. Нет, царь, тут уже все, тут уже будет именно Тарго, Тарго, только Тарго. Тут уже никаких Кадиллаков, тут все, уже мотивация работает. Нет, я думаю, что на Кадиллаке тоже прокачусь. Я вообще на этой тачке только в основном в ежедневных акциях гоняю. Сейчас мы попробуем хотя бы, не знаю, каким приехать. Хотя бы в тройку лучших в этот раз попасть. В принципе, у Тарги максималка неплохая для D-класса. Да даже не то, что неплохая, а топовая, мне кажется, 330, по-моему. Ну, по сравнению с ТВР-Гриффит, конечно, это такое. Ну да. ТВР-Гриффит 350-20. ТВР-Гриффит, это такая машинка, на которой только надо ездить точно такие прямолинейные трассы. Да-да-да. Извилистых, эта машинка реально просто от них. Чуть в дрифт ушел, все, она скорость прям сбрасывает, еще хуже Тарги, но мне ни та, ни та тачка не нравится. На таких машинках, вот как на ТВР-Гриффит, нитро нужно использовать только когда вы поворачиваете крутой поворот, там выпускаете. В основном на этой машинке нужно просто научиться катиться. Катиться с максималкой. Нитро используют только на трамплинах. Все, потому что по прямой, ну у нее нету нитро, по прямой это бессмысленно выдавливать нитро. Разогнаться вы все равно не разгонитесь больше максималкой. А вот чисто так же самое и Тарга. Тарга в основном тоже на ней надо катиться. А прыгать на нитро только на трамплинах, на поворотах на крутых, где реально там нужно нитро, чтобы удержать. Хотя бы только максималкой. На этих машинках тоже надо уметь ездить. Вот я сам, профессионал. Флик, вот этот правый путь на этой трассе лучше использовать на тачках, у которых хорошие нитро, там типа корвет, куракан. А на вот таких машинах, типа торги, но лучше туда вообще не ехать. Лучше налево, понял. Кстати, я хотел сейчас только что назвать ТВР Гриффит ЕСКО Д-класса, но так подумал, по управлению все-таки не сходится. Потому что вот у ЕСКО, если, если, ну именно по максималке, да, если говорить, то завышенная максималка. Но вот по управлению все-таки это две большие разницы. Если ЕСКО разогнать, то в повороты он будет, ну мало терять, он будет 300 на 300 ехать повороты. А вот ТВР Гриффит, это, конечно, другая история, все-таки не история. У меня Redmi 8 и я играю на 60 фпс. А я не обратил внимания, может, и у нас уже есть 60 фпс. Я даже не знаю. Не, не, 60 фпс только если ты каким-нибудь сторонним. Если ты китайский, китайскую версию скачу тогда, будешь ли. Ну, я по тестам смотрел, что Note 8 Pro на 60, там, я не знаю, на какой графике тестили, но там было 45-50 держалки, до 55. Но все равно не плохо. Нет, дело в том, что сама, когда ведется 60 фпс, дело в том, что в этой игре тоже, когда ты графика, очень тоже важна. Если ты играешь на минимальной графике, время будет тоже в акциях отличаться. Боты даже по расположению на старте будут шустрее тебя, если графика будет на минимуме стоять. Если графика стоять будет на максимуме, боты даже, а ты их будешь быстрее догонять. Вот в чем фичка. То есть графика, это очень важный фактор. Если телефон, так скажем, не очень, и ты играешь на минимальной графике, это влияет на время в акциях и тому подобное. Это реально. Просто не верите, сами попробуйте одну и ту же акцию, проедете на максимальной графике и проедете на минимальной. Вы видите разницу практически в секунду. Это я. Привет, Владимир. Владимир, привет. Клик, а скажи свое мнение по поводу именно игровых телефонов. Вот тут пишет SARS, что 60 фпс на Black Shark 2 завезли. А как ты вообще относишься именно к таким, типа Black Shark, там Rock Phone, там Red Magic, вот как? Black Shark, они же дорогая версия от телефонов, как бы сами по себе. Чисто если есть деньги, да, то можно брать, они там такие годные аппараты. К сожалению, я их потестить не смог, но когда был на Игромире в прошлом году, там Rock Phone 2 лежал. И хочу сказать, вот вроде бы там 60 фпс есть, но игра все равно по сравнению с айфоном, даже с моим старым, она не так плавно идет. То есть идет плавно-плавно-плавно, такой небольшой глюк, стопор. Ну, чувствуется, что троттлит устройство и сбрасывает частоту, и прям вот 60-60 кадров 30. 60-30. И вот резкий такой сброс частоты, не знаю из-за чего. Вообще, пока я не видел еще ни одного Android-смартфона, который бы вот на уровне айфона плавно, так скажем, асфальт бы... А эта игра была запущена, она как со вторым экраном, там же есть еще типа второй экран, на котором именно трасса показывает. Да, она со вторым экраном была, и то есть на телефоне, по сути, ничего не отображалось. Со вторым экраном, это да, это ощущается, именно второй экран, он влияет на фпс. То есть, если играть без второго экрана, то там будет намного лучше. Я смотрел обзоры, и этот экран действительно, он влияет на фпс, он проседает на экране. Вот, и вообще, к игровым смартфонам я отношусь, как бы, как это сказать, нейтрально. То есть, на самом деле, я что-то не особо заметил каких-то приростов, там, по сравнению с обычными, там, допустим, 855 Snapdragon у какого-нибудь Mi 9, и... 855 у Black Shark, но надо, на самом деле, смотреть тесты. Что-то Black Shark 2 в Украине 10к гривен, я думаю, он дороже, если честно. Я думаю, он будет 15к где-то стоить. Что такая, в принципе, цена, в принципе, не знаю, можно и подумать, если именно... Ну, вообще, не стоит брать. Вообще, за такие бабки лучше взять Redmi, ну, как там, 9T или, как это называется, забыл. Не, я имею в виду, если говорить, именно, если ты нацеливаясь именно на 60, покойно. В этом, как его глял, забыл, как он называет, или, а будет, в 9T. Ну, там только 30, там нет, 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 60 FPS там завезли, ну, с этим обновлением. Ну, может быть, да. Там завезли, и там 845, или 855 снэп в прошлом году, ну, там мощно, да, за такие бабки запись-то можно брать, и ввода 2-3 спокойно играть вообще не будет. Ну, по дизайну, конечно, топчик, я вообще не спорю, именно такой дизайн, когда у тебя в руках именно только экран, это вообще четко, лучший дизайн, другого и придумать. Вот я очень расстроился, когда OnePlus выпустили новые свои флагманы, блин, с отверстием в экране, как-то расстроился. Но, с другой стороны, когда я тестил Oppo Find X2, в принципе, ты вообще не обращаешь внимания на это отверстие, потому что, ну, когда гоняешь в асфальте, оно у тебя просто под пальцем, ты его вообще не видишь, и тебе на него, грубо говоря, насрать. Лучше взять Xiaomi Note 7, самый топовый калькулятор, это мне нет, просто Сар. Это неубиваемый смартфон, насколько я знаю. О, сейчас Сар расскажет, насколько он неубиваемый. Он его убил. Дело в том, вот все, которые игры сейчас пилятся, они в основном пилятся в первую очередь для айфона, для яблочной продукции, в первую очередь. Там оптимизация просто. А потом, да, дальше уже, то есть большинство игр как раз вот это делается с первой работой, вот там самая жесткая оптимизация идет, чтобы игра плавная, чтобы четко. Это да, ну и устройств не так много, как на андроиде, а на андроиде их же прям полно. И вот эти вот... Да, в особенных Xiaomi шкалипают, как кролики. Да вообще, и соотношение сторон вот этих, блин, 18 на 9, 19 с половиной на 9, 19 и 9 на 9, блин. Да, 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 это что же так? Это такой геморрой для разработчиков. Не, ну именно асфальт чем хорош? Асфальт, он в принципе оптимизирован, я думаю, для большинства устройств. Большинство устройств, он без вот этого черного, без черной полосы сбоку, он растягивает. Да, 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 вот то есть не вырез, не вырез, а вот именно и да, на весь экран, это реально хорошо. Вот по поводу Mi A2, по-моему, флик попистил вот этот Mi A2 силу. Я себе покупал, я хотел, короче, себе андроид-смартфон на чистом, короче, андроиде, но, блин, он мне не понравился. Из-за батареи и все-таки 660 Snapdragon, ну, слабый. Да, слабый, да, слабый. Его так просто рекламировали все эти блогеры, типа, 660 и все игры пойдут на максималки, хрена с 2. Дело в том, все вот эти блогеры, большинство, они, им же, засылают сами компании телефоны и, так скажем, они их рекламируют. Им за это даже выплачивается денег, это нормально. Ну, скорее всего, да, кому-то выплачивается, ну, короче, я много просто обзоров и гейм-тестов посмотрел, прежде чем приобрести его. И хочу сказать, что на камере, когда ты снимаешь, у меня, допустим, камера максимум 30 фпс снимает, и все равно, когда многие посмотрели видос на этот Mi A2 и говорят, да, блин, нормально идет, флик, что ты придираешься, типа. Блин, глазами я вижу абсолютно другое. И, к сожалению, камера не передает вот эти все лаги, которые были мною замечены. Вот сейчас Михаил написал в чате, извиняюсь. Ага, не-не-не, нормально. Андрей, Олег, злой Жека. А кто-нибудь заметил, что, допустим, когда плохое соединение, машинка как-то медленнее едет. Да, я эту, кстати, тоже заметил. Такая вот есть ситуация, когда плохое соединение, тебя со старта все просто как-то вот улетают. Делают. У меня тоже такое было. Это что-то с серверами. То есть у них до сих пор есть косяки с серверами. И даже что на андроиде, что на винде. Все машинки как-то себя ведут иногда просто странно. То есть ты можешь на любой машинке сейчас в кувет улететь без проблем. Это не зависит от самого характеристики именно какой-то из тачки. А именно все багуют. Это у них до сих пор проблема с серверами. Они даже, я им писал сообщение, это было неделю назад. Они до сих пор ничего не ответили. Может, они просто прочитали и решили, что отвечать вообще не стоит. Я так скажу. Ну не знаю, лично у меня в принципе в основном хорошее, более-менее соединение. Я на такие проблемы в принципе не жалуюсь, не замечал ничего такого. А вот по поводу именно темы процессоров, хотелось бы еще добавить пару слов. Сейчас с Qoacom выпустили довольно-таки хороший проц 765. И в отличие от 730, который сейчас на многих телефонах, вот там есть Max Graph в асфальте. А вот на 730 ее нет. Поэтому я рекомендую, если кто-то хочет какое-то хорошее устройство, там на драконе себе купить, именно нацеливайтесь уже на 765. Вы получите максимальную графику. Я думаю, без лагов все будет нормально идти. А вот на 730 вы максимальную не получите. Поэтому немножко подождите. Кстати, вот да, 765 мне бы хотелось затестить. И возможно будет такая возможность. Потому что сейчас есть контакт с Oppo. Но тоже под вопросом мой последний вот этот гейм-тест, который я выпустил, он не так много просмотров набрал. Неизвестно, будут ли они дальше со мной сотрудничать. Но, честно говоря, вот Oppo Find X2 мне прям понравился. Это первый Android после, наверное, Note 8 Pro, который мне зашел. Note 8 Pro зашел мне... Цена, цена, конечно, там... Цена, да, жесть. Да-да-да, я посмотрел с интересом этот ролик. Но когда дело до свода цены, я так немножко прифигел. Конечно, это... Дело в том, что у нас большинство населения, так скажем, особенно СНГ... У нас... У нас таких денег, блин. Так скажем, да, нету таких денег, у них таких возможностей. Может, деньги и есть, но, так скажем, человек уже задумается, стоит ли столько тратить на телефон. Да, есть те, кто покупает себе там айфоны и считает, что это нормально. Но у нас большинство все-таки таких людей, которые лучше купят что-то немножко подешевле. Конечно. И тоже имение производительное. Да и я, кстати, вот... Я хотел тебя просто спросить, вот как тебе было играть на вот этом ОПО-телефоне, именно с скругленными краями. Это как вообще мешает? Нет, как оно бликует? По счет бликов я вообще не парился. Меня единственное, что напрягало, в PUBG, по-моему, есть такие моменты, что некоторые клавиши, а именно больше это связано с меню, находятся прямо вот на этом скруглении. И ты нажимаешь, нажимаешь, а у тебя ничего не нажимается. Но в игре, в принципе, проблем не было. Хочу сказать, вот, кстати, еще добавить по девятому асфальту. Блин, вот несмотря на 865 Snapdragon, на моем айфоне асфальт идет плавнее. Я, честно говоря, прям расстроился. Потому что все-таки сейчас в планах приобретать какой-нибудь... Ну, не какой-нибудь, а OnePlus 8 на 865. У меня расстроило то, что я не могу, блин, в девятом асфальте плавненько погонять. Ну, как Жека уже говорил, в принципе, на айфонах все-таки, как ни крути, оптимизация все равно получит. Да, конечно. У них приоритет идет на айфон всегда. Большинство игр, первое, вот когда тест запускает какой-то из игр, в первую очередь, какая платформа идет? Айфон. Ну, в редких случаях андроид, если там разработчик, и он как раз нацелен именно на аудиторию андроида. Но в основном всегда выпускать первые, это яблочные, EOS. Платформа, потом уже тестируются остальные. Ну, вот хочу сказать, это мое такое наблюдение было. Колда впервые вышла на андроиде, а потом только на iOS перешла. Я, то есть, долго ждал, когда вообще она появится на айфонах, блин. Думаю, что за беспредел? Айфон, айфон, айфон и любовь обижаются. Где моя колда? Химик, привет, Харди. Нет, видео я не закрыл, видео я посмотрел до конца, но все-таки, когда услышал цену, ну, я, как уже сказал, реально прифиге у него. Я же там все-таки, а-па, это не такая уж прям раскрученная фирма, чтобы ставить такой завышенный ценник, но это мое мнение. Ну, сейчас все андроиды в основном достаточно дорогие. Они решили, что типа могут утереть нос этим, вся он. Ребята, вы еще на рынок кто-то там не зашли, так скажу. По-моему, уже какие-то цены ставите, но это реально. Ну, так не заходят, надо как бы аудиторию завоевать, скажем. Как вся он, они вот, Samsung, сколько лет они жарили, сколько они их гнули просто, они реально отбирали просто массово отбирали покупателей, вот, потому что выпускали дешевые, годные аппараты, качественные, реально качественные. Телефоны очень качественные. И даже сейчас. Сейчас жаль, что с каждым годом, я смотрю, что, ну, средние цены именно на аппараты повышаются, и вот даже Xiaomi уже выпускает телефон за тысячу баксов, вот этот Mi 10 Pro, тысячу баксов стоит, я просто немножко в шоке. Да, я считаю, что... Вот если взять человека, и что он выберет, Samsung или Xiaomi, вот, от такого рядового просто покупателя, вот, я думаю, никто за тысячу баксов в Xiaomi себе особо и не будет. А давай спросим просто у аудитории в чате. Народ, что бы вы взяли, Xiaomi или Samsung? Ну, наша аудитория, она больше такая, наверное, гиковская, она больше продвинутая в этой теме, поэтому, ну, тут не знаю. Поэтому Nokia... Ха-ха-ха, 33 дети. Hardi TM писал вот по поводу Fortnite'а на Note 8 Pro. Я тестил, по-моему, на средних настройках графики идет все более-менее нормально, но я буду пересматривать еще материал, который я уже отснял. Fortnite точно у меня шел, это я помню. На каких настройках, не могу сказать пока что. Вот, жди гейм-тест, он выйдет и увидишь. Вон, пишут Xiaomi, Samsung, Samsung, Xiaomi, Lenovo кто-то даже, он написал. Sony, AlexGad. Кто-то еще помнит про Lenovo, но вы даете. Realmeet XT. Я смотрю, что примерно поровну, да, вот, примерно поровну и Samsung, и Xiaomi, вот именно потому, что именно наша аудитория в чате, она больше такая, ну, может подумать, типа, характеристики. И она знает, наверное, что у Samsung процессоры вообще говеные. Сексинос, да. Во-первых, и процессоры, во-вторых, и корпус, материалы у них, у бюджетной линии, все практически, ну, пластмасса такая. У Xiaomi у них молодцы, у них в среднем сегменте стекло закаленное, некоторый даже железный корпус, посредине, так скажем, рама. Вот, то есть по качеству сборки у Xiaomi получше будет, чем у Samsung. Тут же... Ну, кстати, важный момент, реально важный момент хотел сказать для наших зрителей, что если вы, допустим, выбираете между Note 8 Pro аппаратом и Note 9 Pro, то выбирайте именно Note 8 Pro, потому что на девятке вы не получите максимальную графику. Там стоит процессор 720, он вам выдаст только среднюю графику без motion blur, без каких-то дополнительных эффектов, поэтому, ребятки, для асфальта Note 8 Pro он более предпочтительный, это важно. Я думаю, что он еще будет, вот этот год точно актуален. Ну, я, конечно, сильно опоздал с геймтестом, но, надеюсь, в начале июня я как раз доделаю видос, потому что уже прям стыдно, стыдно очень. Ждем, ждем, флик, уже ждем, ждем, не дождем. У кого, кстати, как в сетке дела, ты, Олег, тоже в платиновой лиге сейчас? Я уже давным-давно в легенде, и сейчас у меня именно бонус за пропуск, и теперь у меня в S-классе по 5 топлива, поэтому я в основном тащу на той качке, которая у меня рядом с ником на превьюхе, это мой золотой широн, который просто разносит все. Кто начал катать на ЕСКО, и у меня же ЕСКО 4-звездочный, поэтому я и в сетке на нем катаю. Ну, в основном вот использую такие тачки, типа еще там Трион, Финир, Римак, вот такие, у которых максималка там за 400 далеко, поэтому я люблю такие тачки. Ну, вот Трион мне показался, я на нем в основном только где-нибудь в S-классе, в этом ежедневных гоняем, мне он показался каким-то очень тяжелым, он что-то так себе едет прям. Максималка, да, у него хорошая, но по управлению я пока с ним не разобрался. Амирбак, если ты не перестанешь спамить, то придется тебе, наверное, навсегда забанить. Отношусь к Redmi Note 8 Pro хорошо, устройство тянет игру на максимальной графике, практически не лагает, но я могу сказать, что примерно месяц назад, не сразу, то есть я не считаю, что это проблема телефона, я считаю, что это проблема оптимизации игры. То есть примерно месяц назад появились какие-то микрофрезы время от времени. Вот, Жека, расскажи, как у тебя есть такое дело? Вот у меня какие-то микрофрезы появились. Ну, не знаю, у меня все нормально идет, все плавно, как и шло, вообще проблем никаких нет. У меня иногда, иногда бывают какие-то микрофрезы, проскакивают. Ну, это, конечно, не критично, но что-то это хуже, чем было изначально. Понятно. Не, не, и мне нормально. Я думаю, что если сейчас как бы Mediatek, извини, что Жек что перебил, думаю, что Mediatek сейчас потихоньку будут выходить на рынок, и разработчики все-таки будут, так скажем, обязаны оптимизировать под их чипы игры, потому что, блин, ну, а как иначе? Я, кстати, слышал новость, что сейчас Huawei хочет начать сотрудничество и у нас Mediatek, и ставить их процессоры, и поэтому я думаю, Mediatek будет больше на рынке, и это хорошо для нас, как потребителей, конкуренции, это всегда хорошо. Да и подешевле хоть смартфоны будут. Да, Mediatek, они будут дешевле, во-первых, процессоры, и будут делать, но дело в том, что менять Mediatek, у них все с охлаждением. Проблема с охлаждением, они греются сильно, как ни крути. То есть, ну, например, вот этот G90T, вот на, ну, то есть, упомни, телефонов не было, вот, когда играю в Асвальд, долгое время, пускай, там, часов, ты так, вот, то уже ощущается такой нагрев прям нормальный, через чехол на телефоне слышно, что телефон греется так прям просто. Капец, сейчас флик встрял, я сейчас в этот момент увидел, просто... Вообще, я хочу пересмотреть его на просто повторе. Это надо какую-то подборку тебе запилить. Эпик фейлы. В этом стриме как раз их много. Кстати, прикольный цвет такой, персика, когда у тебя корвет. Короче, ребятки, надо будет вас кого-то пригласить к себе на стрим. Вот, давай-давай. И все ходим, надо, чтобы ты идти к нам, когда-то пришел. Как бы такое, я думаю. Момент тоже. Без проблем, только за. Тут главное, чтобы время было. Сейчас, ладно. Организоваться и тоже собраться только уже, например, у меня или у Олега на канале. Кстати, ребята, может там кто-то, если вдруг там, может, есть желание, можете перейти посмотреть, что за каналы. Может кому-то понравится, кто-то и подпишется. Да, заценивайте все в описании. В описании. Я, так скажем, пропиарился. Но просто напомнил о том, что, может быть, кто-то там захотит. Да, и все, короче, народ, если вы недавно только подключились к стриму, все полезные ссылки вы найдете в описании, как на канал Жеки Злого, так на канал Олега. Естественно, все ссылки на то, чтобы поддержать. Не только стрим, но и канал. Мой, в данном случае. Потом будем поддерживать и другие каналы. Видеть больше. Второй раунд я еще пока не катал. Вот я, по сути, только начал стрим. И сейчас после стрима уже пойду что-то катать. Да, просто Цара лучше приглашать на стрим. Это всегда будет весело. Кстати, хотел сказать по поводу, хотел сказать именно отдельное спасибо именно Флику за то, что именно мой канал, если говорить про мой канал, он получил такое развитие именно после того, как мы постримили с Фликером в начале сентября. И после этого я начал пилить такие более интересные замороченные видосы по поводу там сетевых обзоров и так далее. Поэтому, если бы не вот это приглашение Фликера на стрим, то сейчас бы мой канал бы, наверное, был в таком разваленном состоянии. Поэтому Флик, тебе спасибо за то приглашение. Я это помню. Всегда рад. Ты меня просто много чему научил и Жека, и, в принципе, и Рубен тоже. Так что хорошо, что у нас такая вот комьюнити, не такое, наверное, токсичное, как в некоторых играх, допустим, бывает. Но все равно даже я сейчас в планах хочу с одним человеком связаться. Там вообще по другой игре, не с гонками связано. Но мне просто интересно пообщаться с этим человеком. Может быть, в ближайшем будущем стрим замучу. По игре тоже не буду говорить, какой, потому что иначе... А вдруг ничего еще не срастется? Вот, по поводу, кстати... Антон, в первом раунде у меня время 1.11. Я там немножко улучшил. Что-то 1.11.1 вроде у меня. Но я так особо не старался, потому что... Но мне ключ не нужен. Я не буду рвать себе там одно место, чтобы заходить в какие-то топы. Поэтому я без особого напряга катаю и реально сочувствую тем игрокам, которые борются за ключ в этом гран-при. Я представляю просто какой-то нервяк катать именно ради ключа. Особенно если ты слил жетоны на паки. И тебе нужен ключ. Просто надо рвать все места, чтобы его получить. Реально. Ребят, я всем желаю удачи. ЕСКО это годная тачка. Ну, на мой вкус. Я желаю вам всем... Я лично хочу забрать тоже ключ. И мне сейчас вот, ну... Я думал еще, кстати, 750 жетонов тратить или нет. Но думаю такой, блин, фиг знает, когда реально появится еще такая возможность забрать ключ. Поэтому уж лучше потрачу. Кстати, тут пришел донат. И интересное достаточно сообщение от No Limits. Если вы помните, такую игру была тоже от геймлофтов. Асфальт Штурм Улиц. Неплохой вроде бы был драгрейсинг такой. Мне кажется, даже графоны вообще... Все оттуда взяли для девятого асфальта. И, возможно, игра была просто как, ну, тестовый вариант. И они поняли, что немножко обосрались. И решили просто с такой графикой выпустить девятый асфальт. Вовто было несколько проектов. Вовто было несколько проектов, с которыми не так обосрались. Давайте я сейчас вспомним асфальт экстрим. Асфальт экстрим, да. Асфальт экстрим, да. Они вот выпустили, да, все было нормально. Вообще все было хорошо. Мне нравилась очень игра. Но потом что-то она куда-то не тут... Просто ее, по-моему, перестали особо обновлять. И тачки там было в последнее время что-то тяжко заполучить. Тебе давали возможность прокатиться на тачке. Но забрать ты ее прям... Ну, только за донат, скорее всего. Ну, даже у тебя на канале какие-то видосы, по-моему, по этой игре есть. Да, да, я снимал. Мне реально вот нравилась эта тема. Бездорожье, бигфуты, всякие пикапы. Блин, мне очень понравилось. Я прям респект геймлофтам выписал за эту игру. Но потом они просто, ну, положили на нее болт и перестали обновлять. Там был, как бы, потенциал в этой игре, но они его погубили. Вообще много проектов у них выходило, которые просто куда-то исчезли. Да, цар, я тебе сочувствую. Вот просто цар, он просто, как я говорю, рвет все места, чтобы забрать ключи и сливает конкретно жетоны на попытки. Там же можно за жетоны. Да, да, да. Я думаю, сейчас попытка, там одна попытка может стоить тысячу жетонов, потом 1200 жетонов, потом почка, потом квартира, потом вообще все. Но если до этого дойдет, цар, остановись, я тебя прошу, не увлекайся. Почки пригодятся. Короче, пробую снова челлендж, не знаю, на тарге получится или нет. Слишком сильные соперники попадаются. Но вот сейчас, блин, много пытался. Я пытался ни один стрим выполнить этот челлендж. И когда я его выполнил, к сожалению, просто Сара тогда на этом стриме онлайн не было. Вот очень жаль, что он стримовый фильм не видел. Но свою награду я получил, так что все реально, все в плане у каждой. Но здесь вот у меня Хуракан. Только у меня нереально, я в топ-100 нахожусь на первой сети. На Миндии меня там порвут сразу. Нафиг, я вот сейчас планирую хотя бы до Легенды дойти и попасть в топ-3000. Чтобы забрать побольше чертежей. На андроиде в топ-3000 это нереальное задротство. Не то, что нереальное, надо сидеть и реально много играть, так скажем. Потому что на Минде проще, там меньше игроков. Кстати, зато топ занятых в игре на андроиде, например, топ-1% проще, чем на Минде. На Минде объем игроков меньше. И там надо реально тупо топовое время, самое топовое ставить, чтобы попадать в топ-1%. Потому что, пока Олег выкладывает видосы по проездам, кубков, я проезжаю практически заодно и то, что там в миллисекундах разница. Только я нахожусь в топ-5% с этим временем, а на андроиде это топ-1%. Я иногда просто забываю именно подчеркивать тот факт, что это топ-1% на андроиде. Потому что это надо конкретно подчеркивать, потому что топ-1%, который он на андроиде, он может точно не быть топ-1% на Винде или айфонах, это правда. Потому что, да, все зависит, тут процент, вот когда пишется, например, топ-15% это берется от всего общего объема игроков, 15%. То есть сколько поучаствовал именно в одной или той или иной акции. Если это, например, Винда, то игроков очень мало играет на Винде, если там 50 тысяч, максимум 100 играет, это максимум, хотя бы это я перегну палку. Скорее всего, там намного меньше играет. Но на андроиде самый большой объем игроков именно в Асфальте 9. Там их, наверное, больше, чем полмиллиона. А именно активных, которые играют. Да, на андроиде, скорее всего, больше. Так, Лаврентий Афиан, просьба не спамить. Чемпионы будут когда-нибудь. Клика, у тебя еще Авинтадор Джейд остался, может немножко во вторую сетку еще? Да, кстати, точно. Первая, да первая. Можно еще в гран-при, если у тебя есть там какое-то топливо еще в гран-при проехать? Не, по-моему, там топливо закончилось. Можно попробовать побить свое время, но я не хочу попытку тратить, пока я, в принципе, вторую позицию занимаю. Вот, давайте на Джей реально прокатимся и, наверное, потихонечку будем закругляться. Да, да, да. Напомню всем, что ссылки на канал Олега, на канал Джеки вы найдете под видео в описании. Добавляйтесь, смотрите. У них много полезного контента по девятому асфальту. Кстати, я сейчас же все еще хочу выпустить гайд для новичков по девятому асфальту. Я уже практически сценарий доделал, расписал. Да, возможно, кто-то с моим мнением не согласится, но я буду рад всегда прочитать комментарии и, если что, сделать вторую часть этого ролика с поправками. Ну, в любом случае, я, наверное, Олег и тебе, и Джеки напишу. Ну, интересно ваше будет мнение, особенно по тачкам. Конечно. Ну, понятно, что так. Вот, чтобы... Они требуют именно больше времени, больше усердия, чтобы собрать правильную информацию, и поэтому, конечно, мы тебе поможем, если что подскажем. Вот, я, кстати, слышал, кто-то тоже какой-то гайд хочет собрать, либо то ли Жека, то ли Олег, не помню. Да, я хочу... Я кому-то на стрим заходила. Для новичков это топ-машинки. Для начинающих, какие машинки лучше, так скажем, выходить... На каких лучше выходить именно в сетку, на каких лучше кататься именно в некоторых акциях. Для новичков это не для тех, кто-то уже играет, а не так в курсе на каких-то машинках проезжать. Ну, да. Я тебе о некоторых скажу лайфхак, или, может, кто-то просто этим не используется. Заходишь в акцию, открываешь рейтинг, вот, кубка, и смотришь, что, и там сразу будет понятно, какая машинка топовая, на какой нужно именно и ехать. Вот, такое вот небольшое. Просто некоторые эти фишки просто несли. Прикольно. Я не знал. Берут какую-то дровиняку и поехали. Пошли. Ну, смотри-ка, здесь прям вообще в этой сетке очень хорошо у меня получается. Это, знаете, это блок для этих, как там, танцоров диска, болельщиков, тех, кто крутит Nokia 360. Здесь уже крути сколько хочешь. Да, флик. Это же абсолютно сетка такая, в которой нельзя толкаться, полностью призрачная, поэтому ты это не забывай. Это же надо учитывать. Понятно, потому что... Это же первые катки, и дальше будет, я думаю, жесть побольше. Ну, тут, конечно, им на руки влияют. Да, да, здесь именно мастерство проезда каждой из трасс. То есть некоторые игроки на цели наберут одну из трасс и ее, так скажем, обтачивают до совершенства. Понятно. Потому что, ну, так скажем, игроки, которые просто катают, не запоминают. То есть даже вот есть некоторые тайминги запоминают на некоторых машинках, где именно сейчас вот должно появиться идеальная нита. И такая фишка, вам еще скажу, на каждом из трамплинов, вот, на затяжных трамплинах лучше использовать нитроволну. Она самобыстрее ускоряет машинку. Когда вы видите топовый игрок, что за фигня, он так резко фух и пропал, уехал. Нитроволна. То есть никакой нитра. Хоть ты двойное желтое нажмешь сразу, оно будет все равно длиннее ускорять машинку, нежели микроволна. То есть это такое вот, что используют именно опытные игроки. Вот на многих трамплинах. Вот я хотел у Флика поинтересоваться, вот, что тебе, например, не хватает в игре? Чего бы ты хотел изменить, что-то добавить, может, в игре? Просто вот интересно твое мнение. По девятому асфальту? Ну да, да, да. Ну, вообще, я бы в первую очередь убрал вот этот навязчивый донат, боевой пропуск или пропуск легенды. Сделайте его, блин, за жетон. Я с первого видоса, когда они выпустили вот этот пропуск, сразу же сказал, блин, сделайте за жетон. Я понимаю, для них это невыгодно, поэтому они и сделали тупо за бабло. Вот. Либо хотя бы 369 рублей. Ну, блин, ну не 749, идите нафиг. Это считай, ты каждый где-то полтора-два месяца по 750 рублей будешь выкидывать, ну, в мобильную игру. Ну, нет. Я вот сейчас, кстати, подумал о том, чтобы вообще в следующем сезоне, но если только это будет не сезон Форд, может быть, даже и не буду покупать пропуск легенды. Ну, потому что, блин, идите нафиг, 750 рублей. Ну, скорее всего, это будет сезон Макларена, скорее всего. Скажу вам так. Да, сезон будет по-любому Макларенов. Это уже 100%. Можете даже не гадать, потому что одну нам тачку закинули, показали, что вот есть чертежи, что это годная тачка. Кстати, вот этот Макларен, он идет, как бы, по сути, новый флагман по максималке, и, то есть, по сути, нормально такая тачка будет. А по поводу, ты говоришь, доната, смотри, они вот в прошлом так только запустили пропуск, купили пропуск, там, дорогой или дешевый, то и дорогой взял. Сейчас они, смотри, ты купил пропуск, они за деньги же выложили, можно покупать прохождение уровней. Да, то есть, это вообще треск, я не знаю, как поступили, так а стоимость какая-то, да вообще, охренеть просто, блин, у меня слов нет. Пять уровней, так, да, настолько не оценивают, это просто ужас, я не знаю, вот, откуда, все дорого, да, откуда такие цифры, реальные. Но у меня-то, у меня тоже глаза выпали, когда я вот эту цену увидел на пять уровней, ладно, это там, ну, до конца там пройти, допустим, да, ну, пять уровней всего лишь, ну, просто капец, это бред просто, я не знаю, красавцы. Вот, и естественно, скорее всего, они даже не будут делать там пропуск за жетоны, идите нафиг, типа, блин, я не знаю. Я это пропускай придумали, чтобы сделать его. Ребята, вы представляете, сколько народу задонатило на пропуск? Да до хрена. Очень много. Они, наверное, там сидели на Мальдивах и загорали уже там. Да стопудово. Если бы не карантин, точно бы уехали на Мальдивы. Да, потому что народу много, много очень купило пропуск. Да, в России, наверное, меньше всех купило, а вот другие страны, для них донат, это, в принципе, нормально, что за донатить в игру. Окей, подожди. Дело в том, что в других странах, вы не путайте момент, у них уровень жизни намного выше, чем у нас. Вот из-за этого для них это не так сложно задонить несколько долларов в игру. У нас просто уровень жизни низкий по странам, по нашим СНГ. Как бы мы тут не крутили. Поэтому мы игры взламываем. Да, отбор, за этого, да. Ребят, я скажу по поводу своего клуба. У меня же клуб международный, там есть представители многих стран. И я вам могу сказать, что больше половины, точно больше половины наших игроков задонило на пропуск. Поэтому тот факт, что задонило очень много людей и разрабы сейчас где-то могут быть на Мальдивах, это вполне реально. Да, да. Я тоже, когда посмотрел, блин, для других стран, может быть, кстати, вообще ценник быть другим. Может быть, дороже даже, самый простой пропуск. Ну, не везде, я бы не сказал. Потому что, вот когда восьмерка, я помню, там покупали вот эти уровни тоже, там VIP-статус был. Так вот там, да, там цена вот эвалировалась разная. Это Россия, например, там одна цена. В Украине была немножко дешевле. И вот некоторые специально ставили страну в Украину, чтобы купить немножко дешевле. Вот здесь такое тоже вполне может быть. Вот, это вот, кстати, Олег, вот на твой вопрос. Вот первое то, что я бы поменял, но, скорее всего, они это не поменяют. Вот, что бы я еще изменил? Блин, наверное бы, какой-нибудь, хотя бы кроссплатформер, наверное, не то будет. Иначе в сетке вообще будет жопа и читеров будет полно, если iOS с Android и с ПК объединят. Наверное, это не будет совсем верным решением. Вот сейчас многие игроки, которые у нас на Android, они ушли на Яблоко, потому что там и нам меньше читеров. Именно по этой причине. Поэтому, если сейчас объединить все платформы, я не знаю, они вообще из игры уйдут, наверное. Дело в том, я вам скажу, на Яблоке, так скажем, там, во-первых, сама система не позволяет многим взламывать, вот, так скажем. Большая часть защищена всего. А на Android это как конструктор, ты хочешь ломаешь, сам по себе Android платформа, она очень гибкая, ее можно взламывать, что хочешь делать с ней. Вот, какие-то программы, ускорители какие-то ставить для тех же игр, вот. Вот здесь вот, как вот данные есть, смотрят в игре, вот в девятке, на дальнейшем, что-то, те же там, например, эпизоды. Просто берут, проматывают игру, проматывают, ставят дату времени и мотают ее. И смотрят, где на каком уровне, что уже есть. Вот, такая вот фишка использовалась еще и в восьмерке. О, блик, я смотрю, уже пошел в какую-то другую игру, надоело. Не, не, на самом деле я вот к твоему же вопросу по поводу, вот, что бы ты еще хотел, чтобы в игре изменили? Гараж. Реально можно сделать интереснее. Я понимаю, что они сделали, сорян же, что перебиваю, я понимаю, почему они сделали так, гараж. Просто так удобнее, наверное, перевыбирать тачки какие-то, что-то делать, но, блин, я просто визуал, и мне очень нравится то, что я вижу на экране. Я бы поменял что-то. Даже тот же, допустим, сейчас мы далеко не пойдем, пойдем в No Limits. Даже в No Limits это сделали интереснее. Да, вот я смотрю твои ролики по No Limits в том числе, и реально замечаю, что по графике именно в менюшке там в гараже реально очень все качественно сделано. Да, здесь они, разработчики, да, они здесь поработали на славу. Насчет графики, насчет, то есть визуал очень красиво, и игра прорисована красиво. То есть если брать, например, девятку и сравнивать с No Limits по графике, именно по прорисовке, разница колоссальная, так скажем. И причем игруха 2015 года, она выходила как раз в тот момент, когда вышел перезапуск серии, вышел, короче, Need for Speed 2015, он просто назывался, и типа такой первый андеграунд, только уже переосмысление какое-то или просто ремейк. Вот, и как бы я тогда залип в игру, но, конечно, здесь расстраивает то, что треки достаточно короткие, и они не такие драйвовые, как в девятом асфальте. Да, вот здесь нету хардкора, вот в девятке есть хардкор, такой вот трэш, в каждой гонке такой, захочешь на хорошую тачку, но сейчас я покажу, кто тут бадит. А тут как-то так, да, здесь все красиво, здесь вот игра берет красотой, то есть визуалом, она очень красивая. С тюнингом тоже они постарались, и единственный, что такой момент есть, все тачки, которые новые, сейчас добавляются в No Limits, разработчики не запариваются, то есть к ним вообще тюнинга практически нету никакого. Самый главный фактор, по-моему, на мой взгляд, самый главный фактор, это именно сеть, это же все-таки онлайн игра, поэтому именно такой сети, как в девятом асфальте, я не знаю, в какой игре еще есть. Да, 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 вот нет таких гонок, да, вот альтернативы нету просто, если была бы альтернатива на платформе, например, на андроиде, на виде другая вот такая платформа, чтобы именно игра такая была конкурент, так скажем, тогда WGL уже бы немножечко присели, а так у них конкуренции нету, кручу-верчу, делаю, что хочу. Ну да, мне кажется, ага, говори же, что я хочу, вот что я еще хочу, чтобы вот именно в игре не хватает, вот именно не хватает, не хватает в игре больше бы сделали заправок, именно больше заправок, хотя бы чтобы было наполовину больше, не заправок, а именно так, чтобы ты мог насладиться какой-то из машинок, а не смотреть тонны рекламы, потому что я лично не смотрю сейчас, потому что у меня окраскачанный, и я катаюсь, то есть на этой закончке, с тачки пересел на другую, а вот новичку, ему приходится смотреть рекламу, тонны, тонны рекламы. Да, даже я сейчас тоже смотрю рекламу, вот перед тем, как видос запускать, я просто прокатился уже на, как его, на Джеско, и в итоге не побил 34 секунды во втором раунде, и пришлось, короче, смотреть рекламу, чтобы к стриму, ну, было хотя бы немножко заправки. Ну, давайте я напоследок именно свое мнение скажу, по поводу чего лично мне вот не хватает, чего бы я хотел поменять. Вот у меня три главных пункта. Первый пункт это читеры, вот я играю на андроиде, реально читеры кумарят, и я хотел бы, чтобы уже с ними конкретно так расправились, их убрали полностью. Второй момент это ивенты, вот эти ивенты долбанные, с которых ты еле-еле, может быть, там на одну звезду открываешь тачку, это реально вымораживает, когда вы даете максимум на одну звезду тачку, которая вообще не едет. Это не нужна, по сути, просто ты ее забираешь, а на ней кататься ты не можешь, ну, ты можешь покататься, только проезжать там четвертым, пятым, а у нас приоритет какой? Провести репутацию больше в клуб, по сути, первой сети, потому что чисто с кем-то там кого-то обгонять, мне лично пофигу, вот, если с кем-то охота погоняться, идите во вторую сетку, там погоняйтесь от души, а вот первая сетка это чисто для репы, вот, и вот эти вот моменты, да, я согласен. Вот дайте хотя бы более-менее прокачанным игрокам, которые уделяют много времени в игру, которые, может быть, донатят, дайте хотя бы на три звезды открыть тачку без каких-то там серьезных вложений с жетонов, это было, думаю, справедливо, а донатеры могли бы там на пять-шесть звезд сразу прокачивать, вот это мое мнение. И третий пункт, вот, третий пункт, который мне вообще не нравится в игре и который я хотел бы поменять, это количество чертежей на новые тачки. Один только в 5 сиан, 85 чертежей открыть машину, уф ты, вы куда катитесь? Мы через год будем по 100 чертежей на звезду, что ли, собирать? Это что за бред? Ну, вообще жесть. Я знаю, как думаю, я извиняюсь, что перебью, скорее всего будет такая фишка, что открыть тачку будет столько чертежей, а потом пойдет на убывание, я так думаю. Если пойдет на нарастание, то это реально бред будет, это, да, это будет, я не знаю, я даже не буду ее, то есть в эту акцию даже заморать, потому что это будет реально, это будет чушь. А если будет на убывание, вот, допустим, к концу, наоборот, меньше, 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 вот тогда это будет, да, это будет интересно. Ну, вот на сиане как раз и проверим, когда запустят акцию на сиан, вот тогда это будет проверка. так данных нету кстати по сиану данных нету то есть есть только данные 1 открыть вот ну то все вы можете зайти посмотреть гаражи 80 данных по на данный момент даже на официальном сайте у них нет но что-то мои конечно предположение что максималка будет где-то 370 и выше но по остальным вот этим показателем ускорения управляемость nitro мне кажется что тачка будет топ прям до ночи равна тачером особенно это будет апгрейд кармин но дело то что чтобы насладиться этой машинкой и надо полностью прокачать от того чтобы ее заберете на одну до 2 звезды толку практически не будет поэтому сейчас такие ивенты делают к сожалению наверное так и будет мы и может на одну две звезды особенно те кто сейчас конкретно тратит жетоны наездка и жетонов останется немного и поэтому блин где брать жетоны на тот же сиану непонятно вода по жетонам практически ни у кого нету жетона вот даже вот у тебя фликер взять я тоже у меня мало вообще у меня тоже на один пак жетонов все по сути у меня на два пока вообще смотрел твой видос где как-то аж как себя почувствовал не настолько у меня 10 парков ушло 10 парков на в нн чтобы прокачать на 4 звезды 10 36 тупо 36 все один раз упала 9 вот получается с 10 парков один раз пола 9 рандом просто выключили моем именно аки ну вот тоже что у меня было наездка то есть один раз упала 9 а последние три пока по 3 но я вообще немножко в шоке вот сейчас вам скажу одну систему в игре есть своего рода интеллект вложенный ну они там подбирает этот интеллект чертежи так вот когда ты тачку например вот это которая предлагается за кредиты в магазине чертежи когда ты уже скупил допустим у тебя . на 5 звезд а . от тебя прокачано на 4 звезды и уж в основном только за жетоны чертежи предлагать только за жетоны потом уже видят что ты долгое время не берешь за жетоны тогда только предлагают за кредит уменьшаются когда у тебя . например 5 звезд а ты прокачал на 3 но у тебя кредитов мало допустим 500 тысяч они суют тачки сразу чертежи за кредиты то есть игра настолько продумана сам интеллект игры продуман вот сама система чтобы высасывать тебя все соки согласен же кстати еще одну фишку заметил когда ты часто не берешь жетон то есть чертежи магазине там за жетоны мне начинает падать именно из бесплатных паков какие-то нужные чертежи вот реально заметил то на ванду упадет то на перту упадет вот если долго не берешь не знаю как то есть какой-то смысл в этом или нет три чертежа учит 2 или 3 я уже точно не помню на широна выпало суд этого пока чуть тут не упал со стула никогда не падал а тут на тебе тоже просто долго не это самое ничего не брала тут на тебе тоже до удивительно система это работает правильно она отслеживая за каждым аккаунтом как себя игрок ведет если вот я частенько закидываю донаты так скажем по 50 там по 100 гривен допустим покупают эти предложения мелкие все равно эта система определяет что значит этому аккаунту меньше наоборот да то есть нет чтобы давать какое-то поощрение донатера о какие-то бонусы почему этого не придумать чтоб да если я уже задумал там да какой-то там бонус например там чертежей на две звезды какую-нибудь машинки дали и нужной вот это было приятно поощрение они просто им ну не своих игроков почитателей своих которые реально очень много уделят времени игре они их не ценят нету цены у игроков им плевать просто вот флик сейчас на секундочку показал вот эту цену 2300 рублей на 5 уровней меня просто удивился насколько они это же надо было на пропуск купили так они еще теперь и на 5 уровней поставили цены ну это же унижение я сразу же сказал когда видос выложился когда пропуск покупал я не заметил вернее я уже когда видос выложил захожу в игру и мне что-то табличка сразу муля вот это у красавцы вообще вот так что пускай там может они как-то они все равно чекают они всех смотрят и тебя фликер смотрят и олега смотрят и меня смотрят тут просто в топ набери асфальт 9 ведь самые новые видосы которые выкладываются система ютуба их подбрасывает самый вверх и они по-любому рано или поздно на какой-то из нас попадают они видят все читают слушают и может быть делать для себя какие-то выводы но по сути для игроков конечно вот они особенно охоту они задолбали запускать на неводные машины они по сути не нужны что это за охоты последнее время одно одно барахло пидать зачем практически никто не катает я лично не катают охоту это вообще даже и как раз так я не могу себя заставить задроги но я на эпике все равно катаю так не на всякий пожарный чтобы вдруг тачка пригодится к там через года два эпики надо но они еще так хитро систему обратно сделали если ты берешь топ 1 процент кстати вот вы заметили что вот этой вот акции появился топ-1 топ-1 и топ-5 а был аж 5-10 топ-1 сделали и вот если ты берешь например топ-5 процентов как до этого да вот это новое введение тебе только два гарантированных спаков очень редко падает в основном просто два гарантированных и все если ты берешь меньше топ и нету гарантированных да спаков с этих выпадает один чертеж а это эпик вот система очень продуманная просто мы все играем и не большинство не замечает этого вот кстати по поводу того что лофты следят там за каналами я могу даже больше сказать лофты они заблокировали одно мое видео на ю тубе они написали youtube чтобы youtube заблокировал мое видео и прислал strike это было то видео когда вот я нашел такой баг ну не я его нашел но я выложил баг когда можно было тачки красить во две цвета может выполнить и было что-то такое и видео начало разлетаться по интернету и она набрала уже там практически 5000 просмотров и лофты так увидели опа что-то наш баг тут нашли и написали в youtube youtube короче прислал мне strike и заблокировал это видео мне до сих пор на канале строки вот именно в ю тубе в правилах никто же не читает большинство youtube правила а я заходил читал так вот там есть такая приписка мы то есть на ю тубе не имеем права выкладывать взломы оставлять ссылки на какие-то такие букмекерские контакты там перейти до сайта также самому показывать баги мы тоже этого права то есть так скажем правообладатель обратиться к ю тубу то да с большой вероятностью заблокируют ридос или даже можно спать с тобой фишка в том что это же был ваш баг я не показывал никакой чит я не модифицировал файлы игры этот баг мог найти абсолютно любой игрок ничего не делая это просто ваша проблема ваших разработчиков которые не досмотрели этот баг вы могли просто мне как-то со мной связаться у типа удали видео или поставь там доступ по ссылке я бы сделал без проблем присылать страйк за вас же косяки ну блин я написал там пару вас тут но на самом деле такая же фигня у меня олег было с нет воспитного лимит когда-то очень давно я не то чтобы баг нашел а просто написал один раз я надеюсь они этот стрим не будет блочить я имею ввиду electronic cards я короче написал просто в техподдержку блин это было в 2016 по моему году разработчики добавьте в игру винилы они правда добавили где-то через год после того как я им написал и они в итоге короче мне в ответ такие ой мы работаем над этим туда-сюда держите вот вам награду и короче мне подогнали по моим 5000 золота что ли это премиум валюта как в асфальте и жетоны те же только наверное те 5000 золотых равнялись бы наверное 50 тысячам жетонов в асфальте в девятом я такой опачки я короче замутил видос типа народ пишите вот такое то письмо туда-то туда-то короче первые пацаны которые написали синюю и понесу да у них короче получилось им тоже прислали короче ну буквально человек человека три успели так написать то виноват автор короче да и они мне короче просто они не канал заблокировали они заблокировали мой аккаунт в игре а я там блин очень много тачек открыл и причем без без доната без взломов и так далее такой вы чё охренели что ли написал написал им короче всех поддержку они мне пишут вот так и так на вашем канале мы обнаружили видео такое так вот такого-то содержания вот нам это очень не понравилось если вы удалите видео мы вернем вам аккаунт и мне пришлось удалить видео хотя она набрало там неплохо так по просмотрам но все оно не было не актуален так что удалило они мне аккаунт разблокировали а как у тебя сейчас с лофтами олег связь пропала алё что-то то ли связь пропала то ли чё я уже думал такой все меня спалили это опять и разработчики смотрят стримы сразу сразу страйк понятно я про не услышал конец вопроса да по поводу того состоишь ли ты до сих пор в поддержке именно авторов у геймов так не вот интересно или порт присылают там жетоны да и вот с последним обновлением пока не прислали но возможно пришлют позже я в поддержке вроде как состою но я написал по поводу того что ну меня реально вот эта тема с пропуском задела и я решил ну попытать свое счастье написать типа блин чё бы вам в поддержку авторов всем автором которые в поддержке находятся не раздать эти боевые пропуска вот но он мне пока ничего не ответили потому что ну мне лично жалко 750 рублей к тому же ты как-никак но как-то игру рекламируешь на своем канале а тебе за это всего лишь 2000 жетонов каких-то мне проще вообще отписаться нафиг от этой поддержки и просто снимать ролики вот так что будем потихоньку заканчивать после ответа зайду тут недовольные разработчики и ну да давайте до закончим начнутся банит да я думаю достаточно такой хороший диалог у нас сегодня был вот может быть даже погорячились ладно да 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 в общем да ребятки всем спасибо кто был на стриме всем добра всем хороших заездов именно в игре также забрать ключ от тачки еска спасибо flicker тебе спасибо олег что вы все собрались чтобы сегодня все поговорили так скажем по душам посидели комфортно я считаю наболевшим добра и вам тоже только желаю чтоб во все полагалось сильно с детского ступа 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 али в олега есть конечно ну ты там тоже сильно там народ свой не жми там пускать заберут лучше . и понятно что по наградам все равно толком ничего не получишь но все же но и тебе flicker удачи чтобы ты тоже взял тачку и записал об этом видос надеюсь надеюсь возьму да 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 ребятки всем спасибо кто пришел на нас совместный стрим я думаю получилось весело интересно по угорали мальца так что спасибо всем любителям игры асфальт 9 которые были у нас сегодня на эфире всем пока удачи вам на трассах асфальта увидимся у меня на канале на канале жеки у flicker а что ребятки подписывайтесь кто не подписан и ссылочка есть в описании переходите под этим стримом можете там посмотреть на каналы ознакомиться картин там писан обязательно тоже оставайтесь подписывайтесь и будем кататься играть надеюсь на то что гейл все-таки начнут что-то делать для игроков а не только для себя да весь хотя бы снизить цены я не знаю а вот это самом и вот если даже цены были под например пропуск пускай бы там гривен 100 стоил бы обычный и допустим 150 200 дорогой но это уже на гривна ну так они чересчур перегибают конечно очень-очень ну ладно я надеюсь что у меня получится конечно как-то на это повлиять но вряд ли вряд ли с российским у меня офисом более-менее хорошее отношение но с геймлофтами они лениво очень отвечают вот с офисом российским все нормально как бы но они тоже не сильно могут повлиять на разработчиков так что именно на российское сообщество нет смысла там говорить что они плохие и так далее хотя не ладно давайте закроем эту тему ладно народ спасибо большое что пришли на стрим спасибо жеки и олегу то что составили компанию вообще подали эту идею собраться вместе думаю что соберемся и на их каналах ссылки вы найдете на их каналы в описании под этим видео подключайтесь добавляйтесь если любите девятый асфальт скоро я надеюсь выпущу гайд для новичков думаю олег и жека тоже помогут подправит что-то где-то ну и на этом все всем спасибо еще раз за поддержку за донаты всем пока 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 народ так